Безнаказанность и открытая преступность. В Одессе пришла пресс-конференция по ситуации в Затоке, в ходе которой адвокат Александр Богорелый назвал заказчиков своего убийства. За мое убийство Боки заплатил продажи участка на Львове стоимостью приблизительно 100 тысяч долларов. То есть он за мое убийство заплатил 100 тысяч долларов. Потрачено к моменту задержания группы было порядка 7 или 8. Юрист защищал в поселке интересы эстонских инвесторов. Однако бизнесменам пришел сигнал поделиться деньгами. Несогласных хотели убрать. Меня захотели убить. Слава Богу, что информацию первый раз о том, что я захотел убить, я получил в декабре месяце. С этого момента был настороже. Война за гектары земли в поселке Затока переросла в прямые угрозы жизни и здоровья несогласным на крышевание предпринимателя. А сам курорт стал синонимом преступности и разгула. История эта вся началась с 14-го года. С начала 14-го года. Когда вооруженные люди, не вооруженные конкретно пистолетами, автоматами, а битами и так далее, зашли на базу отдыха силой, вытолкнули нашего директора, наших охранников, сторожей и предъявили документы на право собственности, на государственное имущество. Затока сейчас напоминает поле, наверное, военных действий. У нас это больше сейчас похоже не курорт, а поселок, где происходит война. Потому что горят торговые точки, горят базы. Людям и активистам, и депутатам поступают угрозы. Полное бездействие. Поселковая полиция даже не сообщила в областное управление, что в Затоке происходит захват в частной территории базы отдыха. 30 человек вошли на эту базу. Переломали 20 домиков. Перетрощили. Понимаете? Пух и упрах. Визывали милицию и следователей. Они бесполезны. Абсолютно ничего не сдерживает УПГ в реализации их преступных планов. Они не останавливаются ни перед какими преступлениями и не намерены останавливаться. Потому что наказания нет. По словам активистов, в Затоку съехались две сотни бойцов. В данный момент они проживают в частных базах отдыха. Спецотряд пугает местных жителей. Кроме того, есть угроза того, что туристический сезон будет парализован. С целью срыва пресс-конференции из Затоки прибыла группа депутатов. В том числе и бывший сотрудник прокуратуры. А сейчас помощник Бойкия Станислав Клименко. Общественники ждут реакции представителей власти. В частности, президента Украины Петра Порошенко и генпрокурора Юрия Луценко. Юлия Долганюк, Михаил Данилов. Думская ТВ. Юлия Луценко.